приветствую друзья сегодня у меня на ремонте телевизора samsung шасси кс 1а сейчас включу покажу что с ним включается появилось изображение и сразу же через несколько секунд оно тухнет остается раз кадровый строчный но попробую на кнопки нет ничего нет даже служебной информации нет ничего нет только складка вот по кадровый но развертка работает строчная кадровая работа тут проблем нет быстрее все что блок или проблема с панелью кинескопа или быстрее все самим кинескопом отсюда и начну свой ремонт значит первым делом нужно проверить кинескоп на этой шасси есть система автобаланса белого если что-то с кинескопом будет такая вот неисправность будет закрыт кинескоп развертка кадровая строчная будет так как и в данном случае она есть а вот изображение будет блокироваться проверить его можно следующим образом на 9 10 вывод панельки кинескопа подать постоянное напряжение 6 и 3 вольта прогреть его трех-четырех минут достаточно и перевести тестер режим сопротивлений померить сопротивление на пушках красный зеленый синий относительно модулятора модулятор у нас здесь вывод 5 обязательно нужно взять плюсовой щуп это на 5 вывод вот так ну и у нас получится 8 это будет красный вот мы имеем 1 и 78 зеленый но это уже получается между зеленым и красным раза и синий 1 и 6 чем меньше сопротивление тем лучше будет пушка как видим большая разброс по сопротивлению относительно ушек относительно модулятора ток тут будет разным и система автобаланса белого работать никогда не будет для того чтобы продлить жизнь этому телевизору нужно отключить система bb это схемки есть в интернете но разных это же взял где-то не помню на каком-то форме уже проверенное работает нормально я покажу схему этой платы и покажу как изготовить установить цвет уже будет не такой как при работе с автобалансом белого показывать он будет конечно это будет прообладать наверно какой-то цвет такая же несправность возможно если не работает видео усилитель эти диоды ну виде усилитель здесь тда 6107 можно заменить про подкидывать и воды здесь защитные возможно конденсаторы вот этот зеленый нужно будет подкинуть если пушки если пушки были бы одинаково значит копал бы в этой области на большой такой возброс между пушками попробую все же сделать плату она займет буквально там полчаса и если мои рассуждения правильным мы это все же засветим этот кинескоп ну что иду делать плату схема блокировки подключения давно уже известно на это шоссе так что ничего нового вот эта схема есть транзистор vt1 bc 147 и входы rgb прямо с микросхемы подключая через диоды 51 52 53 через диоды и транзистора с коллектора идет блокировка вот такая простая схемка можно его конечно вытравить платку но я сделаю на макетке вот такая будет макетка она уже проверена я ставил ее на многих телевизорах работает она отлично расположение радиоэлементов здесь компактное я устанавливаю на плату что ж буду делать вырезал по размеру кусок печатной платы сейчас на нее установлю радиоэлементы и соединю их согласно схеме можно конечно сделать и печатную плату но на это уйдет много времени и эффект будет тот же самый монтаж радиоэлементов можно сделать и навесным методом но это тоже нужно придумать как установить и закрепить каждый радиоэлемент то есть мороки намного-много будет больше в итоге получится разбросанный по всей шасси ради детали относишь к этой схеме искать потом подправлять будет очень тяжело лучше одной платкой ну что дальше буду без комментариев это отвлекает и процессе монтажа могу сделать ошибку а это еще дополнительное время и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok коллекторная R3, R5 и коллектор. R4, R2 это общий. R1, R3 8 вольт. Выход блокировки, автоматические блокировки белого резистор R5. Вот он. Ну в принципе все здесь правильно, я надеюсь. Сейчас подключу и посмотрю. Подготовил я уже плату, вот такие проводочки, на этих проводочках будет держаться. Значит здесь резисторы RGB R501, R502, R506. Это корпусной, а этот будет блокироваться. Значит хочу зацепить вот так. Их пробовать зацепить и запаяю прямо на резистор. Эту плату можно было бы в принципе закрепить и на плате кинескопа. Но я хочу здесь попробовать, как у меня получится. Так, крючки. Парпая. Парпая. Подпоелся. Так. К резисторам RGB подпаялся. Сейчас вот еще резистор автоматического баланса белого. Вот этот резистор рядом. Или можно стабилитрон. Здесь тоже стоит FU201. Можно к нему, но вот лучше конечно к резистору. Он достаточно жестко стоит. Корпус сюда заведем. Нужно было сразу. Я что-то так пропустил эту тему. Сейчас нужно будет поворачивать. Вот. И прямо с этой стороны вот тут я ее и запаяю. Так. Корпусной. И питание у нас. Питание нужно 8 вольт. Я возьму отсюда проводочком прамус дросселя. Точки соединения дросселя L201 и стабилитрона Z203. Вот тут эта точка. Сюда же его припаяю. Так. Стало все нормально. Вот стоит эта платка никому не мешает. Достаточно прочно. Ломать на все в принципе. Но жесткость нормально. Не затрягивает никакие радиоэлементы здесь. Будет ниже. Потому что здесь вот радиаторы. мешать не будет никому. Все. Сейчас останется только подключить и попробовать верна ли идея и что с этого получится. Так. Восстановил плату. Она прямо здесь закреплена на выводах резисторах и земля. И достаточно прочно она уже стоит здесь. Ну что. Меряем. Что на выводах. Значит. Прямо здесь. Это у нас будет вывод. 53-й. Синий. Да. Кстати. Телевизор сейчас работает. И работает синяя заставка. Это зеленый 52-й. Красный 51-й. И 50-й. Вот что имеем мы на 50-м выводе. Если бы нормальный был кинескоп. Похожие импульсы были бы. Приходились с кинескопа. Да. Вот такие дела. Вот такая платка. Сейчас посмотрим. А еще покажу. Сейчас выключу телевизор. На плате кинескопа вот тут. Я тоже отрезал его. Здесь будет это ножка 5-я в воздухе. В микросхеме. ТДА-706107. Ставлю назад. И включаю. Посмотрим, что у нас получилось. Ну что. Включаем. Будем смотреть. Что получилось. Ну вот. Красная пушка. Красным заливает. Мы там смотрели. Восьмой вывод был самый большой. По-моему 1.8 кОм. Так он и преобладает. Дальше. Еще полосы какие-то. Но это кадровое. Быстрее все кадровое по питанию. По питанию вот такие будут полосы. Сейчас буквально померю на конденсаторах. И вам покажу. Там наверное большие пульсации. Один конденсатор подсох. Или может оба. Там два электролита стоит. Потому что кадровое там ТДА-708040 запитанным двухполярным питанием. Плюс-минус. Нужно посмотреть эти конденсаторы. Питание на кадровую развертку берется с ТДКС. Две обмотки. Одна на плюс. Вторая на минус. Плюсовое питание. Это диод D302. Конденсатор C304. По-моему. 303. А минусовый D301. И конденсатор C304. Значит проверяем. Что на 303 здесь. И на диоде. Ну вот. Большие пульсации. Конечно. Понятно. Этот конденсатор под замену однозначно. А по минусу. Ну тут вообще творится. Ну понятно откуда полосы. Значит нужно заменить эти два конденсатора. И я думаю что все будет нормально. Ну что. Меняю. Так. ВПЛТ конденсаторы. 304 и C306. Ну и проверим. Сейчас что они показывают. Уже для полноты картины. Так. Ну этот вообще в обрыве. Вообще в обрыве. А этот. Ну этот. Место 470 микрофарад. 2,5 микрофарада. Работать они не будут. Это однозначно. Все. Смотрим что получилось. Поставил я новые конденсаторы. Растер чистый. Кажется более менее нормально. Так. Переключаю. На видео. Так. Изображение более менее нормально. Но вот. Новая проблема. Видеоход. Вход стерео. Цвет. Кажется все нормально. Но. Нет звука. Вот. Добавляю. Я уже смотрел сервисы. Там все правильно выставлено. Не идет. Нет звука. Сейчас буду разбираться. Еще с этим. Хотя. Клиент не говорил. Что не было звука. Просто пропадало изображение. Будем разбираться. Команда включения звука. Поступает с четвертой ножки. Процессор. Вот отсюда. Тут 0.79. Вольта. Сейчас я перевожу его. Так. Так. Картинка. Что звук выключился. Появился на экране. А на процессоре ничего не изменилось. Так. Отключаю. Ничего. Отсюда нет команды. Не переключает. На коллекторе. На коллекторе 0. Значит. Сейчас дальше. Что сделаю. С четвертой ножки. Это идет сюда на 903-905 транзисторы. И они управляют отключением микросхемы по звуку. Выпаю вот этот транзистор. И посмотрю. Может быть вся проблема в этом транзисторе. Возможно транзистор течет. Но заодно часто бывает именно в этих процессорах по четвертой ножке. Бывает они сидят на земле. И вот такая будет тоже заморока. Я сразу же прозвоню. Отключаю телевизор. Перевожу на сопротивление. И сразу же померяю четвертый вывод относительно земли. Нет сопротивление здесь нормальное. Быстрее. Что здесь в одном из этих транзисторов. Сейчас я выпаю этот транзистор и посмотрим что будет. Удалил я транзистор 903. Сейчас померяем что на четвертой ножке. Раз, два, три, четыре. Вот. Три. Двадцать семь. Хорошо. Четвертые ножки. Переключаю. Ничего тут не меняется на ней. Картинка включается, отключается на процессоре. Ничего не меняется. Хорошо. Сейчас подключу динамик. Входы усилителя. Здесь разъем. Вход левый и правый усилителя. И выход шины I2C управления. Чтобы проверить усилитель работает. Нужно просто пальцем закоротить этот разъем между собой. И мы услышим, как работает шина. Все. Усилитель работает. Не работает аудиопроцессор. Сейчас проверим аудиопроцессор. Для этого я возьму щуп. С одной стороны щупа. Я поставлю на вход в микросхеме видеопроцессора. А второй на выход. На ONCE. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Так. Встаю. На вход. И на выход. Звук усилителя работает нормально. Проблема именно в аудиопроцессоре. Он здесь на вот этой плате. Сейчас выпаю плату. Где-то у меня был бэушный. Подкину. Так. Снимаю плату. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. на выходе нет. Сейчас поменяем. У меня есть вот такая. Тут 3465, у меня 3410. Попробую, если подойдет. Вроде смотрел, подходит. Не знаю. Сейчас попробую ее и скажу, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok MSP 3465G Я поставил 3410. Сейчас запаиваю. Запаял я микросхему. Сейчас буду ставить на плату. Так, все припаял. Сейчас буду ставить и посмотрим, что будет. Не пошла эта плата. Сейчас я опять ее выпаяю. Не пошла у меня эта микросхема. Здесь MPS 3410G MPS 3410G Я понял клиенту. Обрадовал, что новая неисправность. Он в шоке. Денег нет. За что купить новый телевизор этот. Хотя бы как-нибудь подлатать по дешевке. Пенсионере. Ну короче целый хаос. У него принимает на спутнику и тарелку. Сейчас сниму эту микросхему и вход за параллелью с выходом. Без этой микросхемы. Потому что другого выхода нет. Был бы новый кинескоп или хороший кинескоп. Проблем не было. А так, это заведомо выбросить деньги. Да, кто может сказать, что я проверял кварц здесь. Генерит нормально. Это их неисправность. Электролит я проверял. Питание в норме. Все именно здесь. Не знаю, что с ней. Сейчас, короче, выпаю эту микросхему. И вместо нее делаю перемычки. Регулировка будет только со спутника. Ну а что делать? Вкладывать, закапывать деньги в этот гроб даже нет желания. Хорошо. Выпаю эту микросхему. Так. Вот так. Такая плата. Если нужно скинуть перемычки между 24 и 25. 24 и 25. Это у нас будет вход и выход. То есть, это у нас будет выход. А вход будет 42 и 41. Вот эти. нужно бросить сюда. Нужно бросить сюда перемычки. Устанавливаю на плату. Запаял. И все. Буду ставить и попробую, как он работает. Управление только через буди через тюнер. Звук. Но регулировка нормально, в принципе. Идет как надо. И даже блокировка. Вот. Раз. Разблокировалась. Низ. Здоровый низ. То есть, все нормально. Но тут, получается, еще одна проблема. Если сейчас, например, тюнер работает, я только выключу телевизор. Телевизор выключился. Но звук работает. Значит, еще нужно что-то придумать. Выключение телевизора в дежурный режим. Должен блокироваться и звук. Так что еще одна проблема. Чтобы выйти из этого положения, я возьму микросхему CD4066. Аналоги этой микросхемы КТ561, КТ3 и КТ176КТ3. Это, в принципе, одинаковые микросхемы функционально. Там есть небольшие отличия только по питанию. В самой микросхеме есть четыре коммутатора. Я возьму два на один канал и два на второй канал. Управление включением я объединяю. Показаны номера выводов, куда я буду подключать вместо аудио процессора. Значит, что нужно еще сделать на плате. Это удалить эту микросхему. Поменять дроссель L501 поставить вместо R501 10 Ом. Плату собираю на макетной плате. Здесь несколько нужно сделать соединение между микросхемами. Будет очень удобно это сделать. И заодно это будет отдельная платка, которую можно выводами установить в отверстие удаленного аудио процессора. Ну, сейчас сделает монтаж по-быстрому. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Детали здесь не выше Все на уровне Тут запаяно Проверил Сейчас устанавливаю ее На место Так пропаял все Вот так она стоит На плате здесь Ну что Ставлю в телевизор Звук регулируется Блокируется Разблокируется Ну и самое главное Для чего делали эту примочку Все Телевизор отключен Тюнер работает При включении в обратную сторону Все Работает нормально Поработал телевизор Буквально часа 2-3 И вот новая неисправность Покадровая Как видите Снизу Есть кадр сдвинутый Это что-то уже скадровое Сейчас посмотрю Если еще Убит порт Видеопроцессора Тогда это вообще Нужно этот телевизор выбросить Столько времени на него потратил И результата практически нет Он сыпется и все Не хочет работать Ладно Это все Проза Сейчас Прозвоним Уточним что И опять Если что-то с видеопроцессором Будем радовать клиента Ну давайте Приступаем Проверяю По сопротивлению Относительно земли Контроллер Выводы 21 И 22 22 Сидит на Корпусе Проблема тут такая Значит 21 И 23 Выводы Микроконтроллера ТД 9381 Через дросселя Л301 302 Поступает Сигнал кадровой развертки На ЛА78040 Выводы у него Первый И седьмой Значит Сейчас Прозвоним По сопротивлению Выводы Контроллера ТД 301 То есть 21 22 22 3 1 Ома Все Это быстрее всего Что этот вывод Сидит на земле Сейчас Померяю На первом Выводе На седьмом 3.6 Тут получается Или седьмой Вывод Микросхемы Сидит на земле Или Вот этот 22 Но между ними Как я говорю Есть дроссель Сейчас я померяю С одной стороны Здесь 3.6 Ома А здесь 3.2 Ну Меньше Сопротивление С этой стороны До контроллера Короткое Будет По 22 Выводу Прежде чем Выпаивать Контроллер Все же Я еще Прозвонил Вот тут еще Есть Стабилитрон По схеме Он Дз Дзеро 307 И конденсатор Ц224 И этот 24 А вот он Вот этот Конденсатор Еще проверю Вот эту Цепочку Потому что Работы По выпаиванию Процессора Очень Долго А сейчас Откину Буду Исключу Вот эти Два Элемента Что они Исправны Так Ладно Сейчас По-быстрому Проверим Если что Буду Тогда Что-то Думать С контроллером Поднял я Вот этот Стабилитрон 307 Он Звонится На землю Сейчас Смотрю По входам Входа Одинаковые И коротко Уже Меняю Нет На новый Аппарат Хотя Б Такой Вот Такой Получился У меня Ремонт Будут Вопросы Задавайте Ну что Ребята Всем Удачных Ремонтов Ремонт 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 Ремонт